Всем привет! Впереди наши любимые выходные. Несмотря на то, что погода сейчас нас не очень радует, это вовсе не повод грустить. Предлагаем продумать, как вы проведете ближайший уикенд. А мы с радостью вам в этом поможем. В Монино стартует открытый районный молодежный фестиваль театрального искусства «Мы – таланты». Это настоящий праздник для тех, кто стремится открыть свои таланты окружающим, кто влюблен в кино и музыку и театр. Фестиваль будет проходить три дня. Суббота, 29 июня, будет посвящена музыке. В Доме офицера все собравшиеся смогут насладиться мастерством молодых, креативных и ярких вокалистов. Также выступят музыканты из кавер-группы Московской области. Начало в 16.00. В воскресенье в рамках все того же фестиваля состоится День театрального искусства. Зрители ждут выступления творческих коллективов, которые будут оценивать профессиональные актеры. Место действия «Зеленая зона». Начало 4 часа дня. Спорт – это хорошо. А много спорта еще лучше. Так выделите же ему время в эти выходные. В субботу в 12.00 на набережной Серафима Саровского начнутся занятия по оздоровительной программе «Цигун». Кстати, а вы знали, что тренировка «Цигун» – это своеобразная медитация, которая позволяет успокоить мысли, расслабить мышцы и избавиться от стресса, что, в свою очередь, положительно сказывается на настроении и здоровье человека. Так что, если вы еще ни разу не занимались данной гимнастикой, то скорее справляйтесь. Какими новинками на этой неделе порадует нас мир кино? 27 июня в российском прокате стартует комедия под названием «Та еще парочка». Главная героиня – Шарлотта Филд, одна из самых влиятельных бизнес-вумен планеты. Телеустремленная, умная, обворожительная. Она хороша в любом деле, за которое берется. Фред Фларский – талантливый, но эксцентричный и склонный к саморазрушению журналист. У них нет ничего общего, кроме того, что она его первая любовь. И вот спустя годы они случайно встречаются вновь. Фред очаровывает Шарлотту, и она неожиданно для всех и для самой себя нанимает его в качестве спичрайтера для своей предвыборной кампании. Их воссоединение запускает цепочку головокружительно нелепых и опасных событий мирового масштаба. Также с 27 числа в кино можно будет посмотреть мелодраму и одновременно детектив российского режиссера Оксаны Карас «Выше неба». В центре сюжета молодая девушка, которая проводит лето на загородном курорте под бдительным присмотром матери. Там ее внимание привлекает парень, прошлое которого окутано тайной. Девушка не догадывается, что после этой встречи ее жизнь изменится навсегда, а чувством будет суждено взлететь выше неба. На сегодня на этом все. С вами была Мария Буржинская. До скорой встречи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»